Иш ну ала, друзья! Сегодня нам предстоит разобрать историю одних из самых хитрых, умных и могучих существ, с которыми мы будем сражаться в предстоящем дополнении Война Внутри. Речь идет о Нарубах, разумной расе арахнидов, рожденных из крови древнего бога. Как они зарождались, с кем воевали и как оказалось так, что мы вновь встретимся с ними в новом дополнении. Ведь, казалось бы, король лич полностью уничтожил их народ. Начнем наш разбор после небольшой интеграции. Представляя вам WoW Cirrus, сервер с свободой выбора. Там вас ждут три фракции. Любое сочетание расы и класса с системой созвездий. Кастомные локации, рейды, поля боя и арены. Система категорий и батл пасса. Возможность поучаствовать в хардкор режиме на Realme X1 и новый пвп сезон с призывом фондом в 2 миллиона рублей. Переходи по ссылке в описании, вводи реферальный код и присоединяйся к тысячам других игроков. Давным-давно нарубианцы восстали против своих хозяев, древних богов. Если мы заглянем в их историю, то увидим одну войну, которая привела их к этой отчаянной точке. Эта война зовется Войной Пауков, и именно о ней мы сегодня и поговорим. Их предки Акиры давным-давно правили миром. Каждый из них являлся продолжением древних богов, которым они служили. Их города-храмы поднимались высоко в небеса, пока однажды облака бездны не рассеялись и титаны не спустились на Азерот. Они развязали ужасную войну в Темной Империи. И мы знаем, чем закончилась эта история. Древние боги были закованы в цепи. Титаниды очистили планету от Акиров. Но некоторые из Акиров зарылись глубоко в недра Азероты и мечтали о том дне, когда их империя снова возродится. Так жизнь в мире процветала, и вскоре в лесах Азерота появились разумные расы. И в этот период тролли безраздельно влавствовали над миром. Они поклонялись Лоа, но некоторые стремились к темным силам и по своей глупости призвали Кит-Икса, могущественного слугу Йоксарона. Кит-Икс продолжал взывать к спящим Акирам и развязал жестокую войну против разделенных кланов троллей. Но благодаря храбрости троллей и хитрости Зандалари, они объединились в Первую Империю Троллей. Эта империя Зандалари уничтожила Кит-Икса и преследовала Акиров по всем четырем направлениям единого континента Калимдора. Тролли Дракари преследовали Акиров, которые бежали на север, и в конце концов мы увидим Дракари, которые обосновались в заснеженных просторах Зулдрака. Потерпев очередное поражение, Акиры зарылись в землю. Но на этот раз кое-что действительно изменилось. Влияние древних богов на них ослабевало, и они смогли создать собственную империю. Азжол Неруб. Неруб. Нерубы были величайшей державой на континенте. Так было до тех пор, пока не прибыл король Лич. С Дракари было достаточно просто справиться, их жаждой власти было довольно легко манипулировать, особенно когда вы являетесь королем Личом. Однако власти Нерзула было недостаточно, чтобы завладеть лояльностью Нерубов. Нерубианцы были готовы показать Нерзулу, кто является единственной истинной силой в Нордсколе. За тысячи лет своего существования Азжол Неруб вел множество войн с обитателями поверхности. Их армии внушали в Райкулам страх, а отрядам Дракари вечный ужас. Теперь войска Нерубов выползли на поверхность и захватили земли по всему Нордсколу. Но вот проникнуть дальше врат гнева и атаковать короля Лича им не удавалось. Эта осада могла затянуться на месяцы или годы, но был только один возможный выход из ситуации. Нерзул удвоил свои усилия. Он наслал чуму нежити глубоко в недра Азжол Неруба. И хотя это было неэффективно, так как у Нерубов был иммунитет к чуме, небольшие очаги бедствия все же произошли, что привело к печальным последствиям. Эпидемия распространилась и вместе с этим королевство Арахнидов погрузилось в карантин. Иану Барак начал видеть простые, но мрачные закономерности. С каждым рывком Нерубов к воротам гнева он терял своих солдат, а когда те умирали, их можно было воскресить. Так король Лич всегда пополнял свою армию, а Ану Барак терял своих воинов. Далее в лагерях Нерубянцев незаметно появлялись темные фигуры, которые сеяли хаос и убивали ключевых полководцев-пауков и обращали их на свою сторону. Несмотря на всю мощь Нерубов, на все сопротивление, которое они оказали чуме, у них не было сил взломать цитадель ледяной короны. А это означало то, что у них оставалась только последняя возможность. Сделать финальный рывок всеми своими силами или отступить в Асжелный Руб и сражаться до последнего. В конечном итоге Нерубы отступили, и в этот момент плеть начала штурмовать неприступные глубины Асжелный Руба. Первоначальная защита пала на крик Тира, хранителя врат, который стоял оплотом против плети и, по сути, держал в руках ключи от входа в Асжелный Руб. Первая волна мертвецов была отброшена. Боевая гвардия сражалась с трупами своих павших братьев. Но в конечном счете исход был предрешен. Хотя на протяжении многих поколений крик Тир защищал свой народ, он все же не смог выстоять. Впоследствии он был воскрешен и даже скорее проклят, чтобы оставаться на своем посту даже после смерти. Нерубянцы понимали, что отступать больше некуда, а с каждым мертвым арахнидом войско плети только росло. Поэтому они стали копать все глубже и глубже. Плеть наступала до тех пор, пока наконец Анубарак не был загнан в угол. Хоть он убил бесчисленное множество врагов, обороняясь в своем последнем сражении, его победа была невозможна, и как только свет жизни исчез из его глаз, он почувствовал душераздирающую боль, а после доминирующий в его сознании приказ сокрушить империю, которая когда-то принадлежала ему. И с этими мыслями Анубарак восстал и ополчился на свой народ, начав безжалостно убивать всех своих подданных. И за это он навсегда стал известен как король-предатель. Для Нерзула все шло точно по плану. Он поднял норубийских жрецов и заставил их убивать своих последователей и сжигать их храмы, в то время как поколения мертвецов поднимались из клепов. Шансов выжить у оставшихся норубианцев почти не оставалось. Им нужно было выкопать себе выход наружу. Но по мере того, как их туннели уходили все глубже и глубже, чем они когда-либо осмеливались копать, им стал слышаться шепот безумия, исходящий из этих глубин. Норубы никогда до конца не осознавали то, что они построили свою империю вокруг тюремного комплекса Йоксарона. И их бывший хозяин был совсем ими недоволен. Существа бездны хлынули в туннели, соединяющие анкахеты быстро вытеснили норубианских рабочих в Старое Королевство. Им некуда было бежать. Йоксарон послал своего глашатая Валажа, чтобы объявить смерть расе норубианцев раз и навсегда. Валаж добился успеха, и оставшимся в живых норубам теперь грозила смерть от рук их бывшего хозяина Йоксарона. И когда наконец империя норубов впала, атакующие силы плети и армии Древнего Бога встретились. Они сошлись на границе между Верхним и Старым Королевством. И там они бездумно противостояли друг другу, в то время как их хозяева были далеко вдали от всего происходящего, и оценивали силы врага. И что бы ни случилось в этом процессе, Йоксарон и Король Лич остановили эту битву. Войска Йоксарона отступили с линии фронта, обосновавшись в Анкахете. И по какой-то причине плеть тоже осталась на их границе, и много из этого есть в сюжете игры. Интересно ведь, да, почему плеть и слуги Древнего Бога перестали атаковать друг друга? Дело в том, что Близзард намеревались установить более глубокую связь между Йоксароном и Королем Личом в событиях Гнева Короля Лича. Но на самом деле им не удалось реализовать это в игре. Конечно, дело в том, что изначально планировалось сделать Асжелный Руб огромной подземной зоной, где должен был быть свой лор, но все это ушло в небытие. Но в дополнение в Эласт Тайтон Близзард могут вернуться к своим наработкам. И возможно попробуют реализовать все задуманное, так как они обещали переделать некоторые зоны Нордскола. И конечно же после Гнева Короля Лича и Войны Пауков оказалось, что для нарубианцев все закончилось. Но я говорю казалось, потому что пришло время поговорить об Аскахете, новой зоне из дополнения войны внутри. Похоже, что во время отчаянной попытки сбежать из своего умирающего королевства, некоторые из выживших Норубов нашли туннели, которые вели мимо Орд Нежити и Безумия Древних Богов. Они шли древним путем, проложенным когда-то много лет назад, их бежавшими предками. Их тянуло к новому месту скопления крови древних богов. В войне внутри будет представлен целый город Норубов, который состоит из нескольких уровней. Богатые Норубы обитают на верхних этажах. Самые бедные волочатся у подножия крепости. Мы также встретимся с Норубами, которые решили не присягать на верность к Салатат и приняли решение выступить против своих собратьев. Также при помощи феромонов мы сможем сами путешествовать по этим местам и обмениваться товарами с нарубианцами. Но самое главное это то, что они собирают сгустки крови древних богов для какой-то темной цели. А также отсюда они начали вести войну с теми, кого они нашли над собой. С людьми. Потомками Аратии с тайносводья, которые ведут жестокую войну против пауков и ревностно охраняют священный кристалл света. Изначально на сайте Войны внутри была информация о том, что война людей Аратии и Норубов шла веками. Но это противоречило знаниям лора, ведь Норубы попали сюда только после Войны Пауков. Так что все, что мы увидим, это прямое продолжение истории Нордскола. Только теперь еще круче. Так как Салатат наделит Арахнидов силой бездны, даруя им новые силы и возможности. Единственная странность здесь в том, что Норубы бежали от сил древних богов, но в конечном итоге все равно продолжили служить бездне. Я очень надеюсь, что это видео помогло вам получить немного больше информации о врагах, с которыми мы столкнемся в будущем и возможно вы узнали некоторые новые подробности лора для себя. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро.